Для родителей выпускников детских садов наступила волнительная пора – подготовка к школе. До 1 сентября необходимо столько всего успеть сделать – купить форму, канцелярские товары, выбрать удобный рюкзак, морально подготовить ребенка к школе и, конечно же, не забыть написать заявление о зачислении в образовательное учреждение. Во всех школах проходят родительские собрания, на которых родители информируют обо всем. В какой школе они прикреплены, в какое время они могут подать заявление. Естественно, что эта вся информация размещается на сайтах и отдела образования, и образовательных учреждений. Вот уже несколько лет заявление для зачисления ребенка в первый класс подается в электронном виде через портал государственных услуг Московской области. Запись на новый учебный год в школу по закрепленной территории началась с 1 февраля 2019 года и продлится до 30 июня включительно. Постановление о закреплении территории у нас неизменно с 2015 года, поэтому таких каких-то неожиданностей для родителей нет. Они с этим постановлением, кому нужно, уже давно знакомы, знают, за какую школу они закреплены, и это снимает какую-то социальную напряженность. Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, у которого есть постоянная или временная прописка на территории городского округа Пущино. Я сама являюсь муниципальным координатором, смотрю школьный портал, вот у меня тут все заявления, скажем, есть, я в ежедневном режиме отслеживаю их. Вот у нас было подано заявление по закрепленной территории на сегодняшний день 166, зачислено 153 ребенка, есть заявления, которые еще только приняты к рассмотрению. Процедура записи ребенка в первый класс несложная. На портале родитель без труда заполняет заявление и прикрепляет к нему необходимые документы. По словам Нины Гориной, если по какой-то причине человек не может сделать это самостоятельно, ему достаточно обратиться в школу, там ему обязательно помогут. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде нужно обязательно предоставить в образовательное учреждение оригиналы документов. Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается только после этого. Делается это в течение семи рабочих дней. С 1 июля начнется вторая волна подачи заявлений, но уже не по закрепленной территории. Родитель вправе выбрать любую понравившуюся школу при условии наличия в ней свободных мест. Подача заявлений уже все налажена, работают ответственные администраторы в школах, поэтому вторую волну мы ждем без всяких каких-либо опасений. Я думаю, что все пройдет в штатном режиме. Благодаря слаженной работе пущинских сотрудников сферы образования процесс зачисления ребенка в первый класс проходит без проблем. В прошлом году наш город вошел в пятерку лучших по Московской области по организации приема заявлений. В волнениях и хлопотах лето пролетает очень быстро. Уже скоро во всех школах Пущина пройдут торжественные линейки. Общеобразовательные учреждения номер один и гимназия планируют открыть два первых класса. Школа номер три – четыре. По предварительным подсчетам в Дне знаний примут участие около двухсот новых учеников. Анна Лихачева, Андрей Михалин, Илья Глухов, ТВС Пущина.